Добрый день, меня зовут Зайцев Олег, я с 2007 года работаю экспертом в лаборатории Касперского. Когда я разрабатывал свой умный дом, я учитывал то, что у меня живет несколько животных, я старался обеспечить для них максимальный комфорт и, что самое главное, максимальную безопасность, что я учел в своих разработках. Даже на закрытой территории гуляющая собака подвергается ряду рисков. Во-первых, она может убежать через открытые въездные ворота. Во-вторых, ее может придавить воротами гаража или же можно задавить ее машиной, выезжая из-за гаража и просто ее не заметив. Умный дом защищает от этих рисков за счет того, что, во-первых, есть камеры видеонаблюдения, которые обнаруживают собаку на территории, но главное, есть специальный механизм, запускаемый со смартфона, который включает защиту от всех рисков для собаки в автоматическом режиме. Для защиты собаки, гуляющей на территории, я могу со смартфона включить специальную блокировку. Попытка управления въездными воротами гаража блокирована, так как на территории гуляет собака. Сейчас мы находимся в пункте управления умного дома, откуда можно отслеживать все события, в том числе события, связанные с безопасностью животных. У меня используется стандартная система видеонаблюдения, но при ее выборе я учитывала тот факт, что она поддерживает скрипты, которые запускаются в ответ на различные события, например, обнаружение движения, и передают эту информацию в умный дом. Вот сейчас мы видим, как система видеонаблюдения трассирует перемещение Йорка по территории, и эти события поступают в систему умного дома. Система видеонаблюдения реагирует не только на моих животных, но и на любого нарушителя периметра. Вот, например, соседский кот, который пробрался ночью на территорию, был зафиксирован на видео, и сигнал пошел в умный дом. Аквариум находится под контролем умного дома. Он следит за температурой, контролирует исправность фильтров, помп и прочих систем аквариума. Однако при этом есть две тонкости. Во-первых, в аквариуме есть дополнительные защитные системы, которые при любом сбое умного дома не позволят создать для рыбок аномальные условия, например, повышенную температуру. Во-вторых, я считаю, что уход за любыми животными предполагает личное общение с ними, поэтому я не использую автоматические кормушки, в частности, в данном аквариуме. Я считаю, что либо нужно заводить животных и обеспечивать им максимальный комфорт и безопасность, либо не заводить их вовсе. Вот здесь у меня живут черепашки. Их черепашатник также находится под полным контролем умного дома, который отслеживает температуру воды, температуру воздуха в районе камня, где они греются, управляет освещением и нагревателями, а также отслеживает системы безопасности, в том числе протечки, выход температуры за пределы диапазона и прочие параметры. Давайте я продемонстрирую, как он реагирует на простейшую проблему – протечку воды из фильтров. Информация о проблеме передается различными каналами – СМС-кой, письмом по электронной почте, а также речевым уповещением во всех комнатах внутри дома. Тревога, протечка воды в черепашатнике. Нагреватель воды и фильры отключены. После обнаружения проблемы на экране управления умного дома высветилась вся информация. Вот здесь видно, что сработал датчик протечки, фильтры воды и нагреватели в черепашатнике выключились. Здесь также есть кнопка «Отбой» трилоги, с помощью которой мы сейчас вернем систему в рабочее состояние. Одним из главных рисков для кошки, особенно для такой крупной кошки, как Майкун, является выпадение из окна. У меня умный дом управляет системой приточно-вытяжной вентиляции во всех комнатах, в результате чего окна в доме никогда не открываются, и этот риск сводится к нулю. Разрабатывая умный дом, я стараюсь соблюдать баланс между комфортом и безопасностью для всех жильцов, включая своих домашних животных. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом.